Приветствую вас. Смотрите, я думаю, что проблема вашего взаимодействия с молодым человеком заключается в нескольких аспектах. Первый аспект то, что вы приняли молодого человека впервые, когда он обернулся после того, как заявил о том, что вас обращает, вы его приняли, он, соответственно, поговорили. Вот, ну, по некоторым причинам молодой человек в такой ситуации чувствует себя более комфортно, нежели чем, если вы просто, к примеру, поговорили бы. Данный поступок, данное поведение было закреплено таким образом за человеком. И любые конфликтные, трудные ситуации мужчина теперь предпочитает решать таким вот образом. Это первое. Другой вопрос. Почему вы его приняли? В том смысле, что молодой человек сказал, что вас бросает, потом возвращается. И в этой ситуации как-то, ну, вы поступаете попустительски по отношению к себе. То есть таким образом вы занижаете свою самооценку и свою цену для мужчины. Мол, что бы я ни сделал, она все принят, она все вытернет, все стерпит и так далее. Дальше. Забегая чуть вперед, хочу сказать, что ревнуя и контролируя мужчину, вы, в общем-то, действительно проявляете свою заниженную наценку страха одиночества, который, в том числе, проявляется и в том, что вы не можете быть человеком впечатлением. И это уже больше похоже на созависимые отношения, на созависимость, почитайте об этом в интернете. Вы также тревожитесь по поводу его чувства. То есть вот вы пишите, что вы не могли успокоиться, когда он сказал, что не знает, что чувствует, и начали его доставать. После чего вы там впадаете в истерику и все такое. То есть вы это все описываете так, как будто это нормально. И словно бы в подтверждение этой позиции вы говорите, как можно так со своей девушкой общаться. Как можно таким образом, ну да, вести себя, вести себя со своей девушкой. Понимаете, если вас объединяет столько, что вы, ну, мужчина и женщина, парень и девушка, что такие отношения долго не проживут. Это совершенно точно могу вам сказать. Такие отношения долго не продлятся. Потому что извините, у вас должно быть что-то общее. Извините, вы должны идти каждый к своим целям. Извините, у вас должна быть своя собственная в отрыве от другого. Ну, в отрыве от партнера, своя собственная ценность. Своя собственная приоритет. А здесь получается, что вы привязаны к человеку. И, конечно же, это его, как бы, отталкивает, отдаляет от вас. Вряд ли, по-другому могло бы быть, к сожалению. Ну, вот. В данной ситуации. Вот. Это... Такой номер. Ну, что я хотел бы сказать там. Далее. Вам больно. От того, что мужчина вам говорит вот такие вещи, что он хочет расслабиться навсегда. Ну, помимо того, что... Средине очевидных, что это манипуляция, да, и вы... А... По... А... Какой-то причине... Мне... Пока... Не совсем... Понят... Понятной... Причине... Вы... Это... Содерживаете. Вот. Вас как-то задевает его слава. Я... Думаю, надо добраться с тем, как вас это задевает. Страх ли это... Быть брошенным. Страх ли это одиночество. Может быть, что-то еще. Ну, так или иначе, вы не... Независимы. От молодого человека. Он это чувствует и пользует. И... Использует это в любых ситуациях. Когда ему удобно. Ну, а зачем? Зачем напрягаться? Зачем пытаться что-то придумать? Когда... Можно просто... Значит, перевести все в скандал. От вас отдохнуть. После чего... Эх... Во время... Чего... Ну, теперь заскучится по вам. Может, все будет опять хорошо. Вот. Ну, это хорошо. Это видим. Это его реакция на любые сложные вопросы. А сложные вопросы в дальнейшем они будут. Их будет больше. А мужчина их не готов решать. И... не готов решать... Да, отчасти по своей... Как бы, ну, по своим причинам. Но в том числе и... И... По причине того, что вы это... Попускали. Попускали. Потому что вот вы без него не можете. Вот... Вам очень больно. Вот вы... Там попадаете в истерику. Ваша реакция на проблему. Это истерика. Вот. И... Функционально. Вот чисто функционально. Функционально. Момент здесь в том, что... Вы как бы, ну... Вы хотите на него положиться. То есть, сами для себя. Свою реальность. Свою позицию. Вы не определяете. Вам для этого нужен, молодой человек. Вот. И... Вот это вот определенность нужно. Что я сделал не так? А что ты ко мне чувствуешь? Аааа... Будет ли так? То есть, это вот... Как бы... Это про то, что вы сами... Не полагаетесь на то, что вы хотите. И на то, чего вы не хотите. На то, что вам приемлемо для вас. И на то, что для вас неприемлемо. Вы на это не полагаетесь. И... Я вас не обвиняю. Не в своем случае. Я вас не обвиняю. Но... Хочу сказать, что... Нет ничего удивительного. В том, что подобное поведение... С вашей стороны. Подобная позиция... С вашей стороны. Ааа... Повлекла за собой такое поведение молодого человека. Такой ответ. Понимаете? Потому что, если... Ааа... Ты... Стоишь... Там... Условно говоря... Перед лестницей. Там... Двадцать-тридцать этажей. С которых тебе надо подняться. Чтобы получить там... Что-то для себя. К примеру... Не знаю... Получить там... Теплую одежду. Если... Зимой... Зима, да? Например. Или еду, если... Так... Ты гол... Ты голоден, допустим. Вот. Нужно подняться на этой лестнице. А тебе в это время предлагают то же самое. Только вот рядом тебе никуда ходить. Какая вероятность того, что человек... Будет подниматься в поле... Подниматься в поле... Рано или поздно выберет легкий путь. Рано или поздно будут выбирать легкий путь. Просто потому что такова природа. Такова природа. Наша природа. Это нормально. И... Идея заключается в том, что вы сами создаете этот легкий путь для человека. Более удобный. Который как бы идет... Ну... В обход. Вас, да. В обход... Ваших интересов. В обход... Того, что... Для вас... Именно... Приемлемо. Вот. И видите, вы говорите... Вот помогите разобраться. Почему он так себя ведет. Зачем делать мне больно. Это про него. А вам надо собраться. Нужно в себе. Разбираться на него в себе. Как вести себя в этой ситуации? Хорошо. Это... Вопрос. Но как вести себя в этой ситуации? Чтобы что? Что? И... И... Лона. Чтобы что? На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен. И за его отынку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Удачи. Удачи.